Третий новый принцип развития экономики – это честная конкуренция и открытие рынков для нового поколения предпринимателей. Напомним, именно на отсутствие честной конкуренции жалуется малый бизнес. Ведь государство в лице квази-госсектора заняло основные ниши и установило монополии. Как конкретно будут рушиться эти монополии, президент не уточнил. Далее он поручил повысить производительность труда, повысить сложность и технологичность экономики. Но за чей счет это будет сделано, тоже неизвестно. Действительно, в этом случае у людей будет выше зарплата, но для этого нужны инвестиции. Развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа. Шестое – озеленение экономики, охрана окружающей среды. Седьмое – принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом. При этом мы должны исходить из наших конкурентных преимуществ и реальных возможностей. Красной нитью в послании проходит известный тезис – экономика должна быть экономной. Сократить госаппарат на 25% за два года поручил Токаев. По его словам, за счет сэкономленных денег будет повышена зарплата оставшихся госслужащих. Правда, президент сообщил, что создадут новые министерства и новые агентства. Сокращение коснется и квази-госсектора. К примеру, КАЗ «Агро» и «Батерик» объединят и сократят наполовину. Еще одно нововведение касается должности ответсекретарей министерств. При введении данного института предполагалось, что их несменяемость освободит министров от административно-кадровой работы. Обеспечить стабильность аппарата. На деле этого не произошло. Более того, нередки случаи отсутствия взаимопонимания между министрами и ответственными секретарями. А вот на медицине экономить, похоже, не будут. Токаев поручил выделить еще 150 миллиардов тенге на надбавки медикам. И, пожалуй, основной пункт послания – это то, что в Казахстане создадут комитет по денежно-кредитной политике. Президент поручил агентству по финансовому регулированию и нацбанку снизить предельные ставки по кредитам. Но когда это произойдет и насколько снизит проценты – неизвестно. Боуржанша Эхмед Ахмедер Ильясов, Столичное бюро ТДК-42.